Все думали обычный скромник, а оказался настоящий герой. Сегодня в администрации Ставрополя награждали особо отличившихся горожан. Среди них оказался и аспирант Александр Вересокин. Ёноша спас из пожара нескольких человек. В том, что место подвигу есть и в наши дни, убедилась Кира Рогожина. Эта типичная многоэтажка в спальном районе города меньше месяца назад попала в новостные сводки. Здесь в ночь на 15 апреля произошел страшный пожар. До сих пор о нем напоминает обугленный доверху фасад второго подъезда. Александр Вересокин в ту ночь возвращался домой, уже почти доехал. Увидел пожар, остановился, припарковал машину и побежал к горячему подъезду. Густой дым и пламя вырывались из окон между лестничными пролетами четвертого и пятого этажей. Здесь к этому времени уже открыли, вот двое мужчин, как раз они его открыли, мы сразу забежали. Дальше каждая ступенька – обрывок воспоминаний. Это здесь еще терпимо, вот на следующем пролете невозможно было находиться. Сюда валил дым. Помню, вот вышли немного, наверное, крики были, женщина, видимо, упала, просила помощь. Вот. Пытался туда два раза или три пробраться, не получилось. К этому времени подъехали пожарные. Но и тогда Александр не покинул здание. До последнего помогал вызволять людей. Сам получил ожоги рук и отравление угарным газом. Страшно. Страшно было потом уже, когда осознавал все это, когда в больнице лежал страшно. Когда страшно было на следующий день вспоминать все это страшно. Аспирант-герой помог спастись как минимум четверым. Среди них – ребенок и инвалид-корясочник. Какой герой? Погачил. Не знаю, почему такая шумиха вокруг этого всего. В администрации Горда решили по-другому. О том, что Александр Вересокин достойный награды, глава городской администрации Андрей Джедойв заявил буквально на следующий день после ЧП. И вот этот момент настал. На мой взгляд, такие подобные поступки, они заслуживают особого внимания, особого отношения. Потому что отвага и мужество не только в Ставрополе, но и в России они всегда были в особой цене. И всегда это была тема для особого уважения. Вместе с Александром заслуженные награды получили еще с десяток человек – лучшие педагоги Ставрополя. После торжественной части перешли к вопросам насущным. Главный на повестке – работа с обращениями населения. Как прозвучало в некоторых службах, порой относятся к ним небрежно. Мы решили сегодня эти моменты, потому что немножко улучшилось. Просто мы обращались с сопроводителями, улучшилась ситуация приметить. Я забыл хозяйство. Но я хочу вас спросить, вы должны не держать там все какие-то нормальные ваши отписки. Между тем количество обращений с каждым годом снижается. За 2015-й поступило порядка 9,5 тысяч. Ощутимо меньше горожане стали жаловаться на проблемы в сфере ЖКХ, работу общественного транспорта и благоустройства.